Губернаторская премия «Наше Подмосковье» присуждается за реализованные и реализуемые социально значимые проекты на территории Московской области. В Ленинском районе лауреатами премии стали 42 человека. Среди них Василий Филипенко, автор проекта «Всегда с надеждой». Наш корреспондент Екатерина Чернышева встретилась с победителем. Подробности далее. Премия губернатора «Высокая оценка деятельности надежды» филиала комплексного центра «Вера». Расположен этот филиал в поселке Развилка. Более трёх лет назад здесь был создан ансамбль народного творчества. В нём нет профессионалов. 25 любителей русской песни здесь отдыхают душой, поют, танцуют, читают стихи. От 70-ти и до. Таков возраст участников ансамбля. Песня «Всегда с надеждой». Василий Филипенко является музыкальным руководителем ансамбля. Он создал проект «Всегда с надеждой». Цель проекта – как можно больше вовлечь именно людей вот такого возраста преклонного, которые всё-таки могут, хотят, желают развивать свои творческие способности. Ну а и посредством всего этого пропагандировать своё искусство, то есть песню русскую народную, русскую культуру и укреплять сплочение единства между людьми. Наталья Свитина в ансамбле занимает одно из важных мест. Она помогает подобрать репертуар, выучить текст песен, поставить номер. Наталья Васильевна закончила Московский государственный институт культуры, и уже 37 лет она играет в оркестре под руководством Глейхмана. Музыкальное направление при работе с пенсионерами выбрано не случайно. По словам Натальи Васильевны, это один из самых доступных видов искусства. Кроме того, положительный эффект очевиден. Это настроение даёт, это бодрость даёт, запас такой энергии, они подзаряжаются, они отсюда уже бегом бегут. Приходит, что-то болит, а когда уходят после музыкальных занятий, они у нас на крыльях летят. Вот, это продолжительность жизни. Репертуар ансамбля «Надежда» разнообразен. Частушки, русская песня, игра на шумовых инструментах и стихи. Программы хватает на полноценное выступление, и они с радостью дают концерты в Ленинском районе. Публика встречает их на ура. Ну а как иначе, если задоры жизнелюбия выступающих чувствуются сразу же, как баянис начинает разводить меха. Люди третьего возраста. Так называют руководители ансамбля своих подопечных. Илье Евдокимовичу 90 лет. В центр «Надежда» он пришёл после смерти жены. Вот эти пять дней, которые я здесь пребываю, быстрее пролетают, чем два дня, суббота, воскресенье, я дома. Свою нишу Илья Евдокимович занял сразу. Все его знают, как отличного чтеца стихотворений. Девочки, как вы? Ой, вот про храм вычитаете. Про храм? Про храм? Да. У золотой зари под небесами рано, где рвутся купола навстречу дню. В алтаря под светлым сводом храма смиренно я колени преклоню. Слезятся жарким воском свечи, под купол уплывает синий дым. Здесь не нужны слова и неуместны речи. Склонись в молитве перед образом святым. Песни и задорные танцы, улыбки и весёлые общения. А главное, всё это не для камеры. Так проходит каждая встреча участников ансамбля. В центр веры мы приходим, все поём и пляшем. В центр веры мы приходим, все поём и пляшем. Весь листанск подкрадётся, рукою помашем. И пусть память подводит, но оптимизм и желание жить неизменны в душе каждого из них. Да и о возрасте, глядя на заражающих своей энергией бабушек и дедушек, вспоминать как-то неловко. Виноваты не мы, что уходят года, и что молодость наша прошла. Мы сердечно хотим заявить на весь мир, что душа молодая всегда. Екатерина Чернышёв, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.